Книга «Открытым оком», том 3, тема «Молитва», вопрос 1065. И вообще о спасении любого неверующего, а не о наставлении. Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Старец Зосима – это вымышленный герой, хотя говорят, что он очень похож на оптинского старца Амброзия. Говорил ли он так, или это мысль самого Федора Михайловича, как теперь знать. Нас должны интересовать не художественные романы, которые все сгорят в судный день, а на учение Духа Святого через Слово Свое, через Священную Библию. 1 Иоанна 5,16. Если кто видит брата своего, согрешающего, греховник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему, греховник смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Грехом к смерти считается тот грех, в котором не испрашивается прощение. Это как раз случай о властях и воинстве. Да о каком еще воинстве? Да о каких еще властях? О дорогой коммунистической, о нерушимом союзе свободных республик, о самом миролюбивом на земле воинстве. Иеремия 7,16. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, не поддатуйся предо мною, ибо я не услышу тебя. Иеремия 11,14. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Иеремия 15,1. И сказал мне Господь, хотя бы предстали, перед лицем мое Моисея и Самуил душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. На грани великих свершений трепещет, волнуясь, душа. Творит ли великое гений или делает первый свой шаг? Дитя годовалая шатка, не зная, что ждет за углом, нам радостно, больно и сладко. Когда в неизвестность идем, творю незаметное дело, но вот напряжение до слез, и мысли не знают предела, и все принимаю всерьез. Не знаю ни сна, ни покоя, в работу иду с головой. Да что ж это люди такое, что гонит меня, как конвой? Не это ли незримое что-то? Толкала Колумба вперед, и в небо толкает пилота, и в битву солдата ведет. Не ради почета и славы, не ради лавровых венков, творит человек величаво, великое, много веков. И если отнять у нас это, незримого зова лишить, ничем станет наша планета, и незачем будет нам жить. Вера Кушнев, Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.